На телеканале РБК новости Башкортостана. Мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Председатель Госкомитета Башкортостана по туризму Салават Нафиков покинул свой пост. Об этом сообщили источники в ведомстве. Причина отставки пока неизвестна. Как и то, кто же займет теперь кресло руководителя Госкомитета. Салават Нафиков был назначен на пост главы Госкомитета по туризму региона в октябре 2019. С 2015 по 2019 годы он работал заместителем директора, а впоследствии директором санатория Ектыкуль в Обзелиловском районе республики. До этого в течение четырех лет занимал должность руководителя Ташбулатовского сельсовета. По словам участников туристического рынка, кадровые перестановки в ведомстве могут быть связаны с необходимостью серьезного рывка в части развития туризма в Башкортостане. К концу 2021 года Башкортостан сможет обеспечить себя мукой на 60%. Это станет возможным благодаря реализации пяти инвестиционных проектов по созданию мукомольных цехов при элеваторах. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики вице-премьер Ильшат Фазрахманов. На сегодняшний день аграрии Башкортостана полностью обеспечивают регион говядиной, свининой, молоком, а также картофелем, сахаром и огурцами. Производство растительного масла в шесть раз превышает потребности рынка в республике. В 2021 году объемы производства товарного молока предположительно достигнут отметки 790 тысяч тонн. Кроме того, запланировано увеличение производства скота и птицы до 420 тысяч тонн при реализации проекта по свиноводству и строительству новых откормочных площадок. А также производство более 3,5 миллионов тонн зерна. В структуре нашего производства уже 14,3% это малые формы, это семейные формы. Поэтому и оказываем поддержка, дает нам перспективу, что в дальнейшем эти предприятия будут развиваться. Кроме того, мы создаем кооперативы. 43 кооператива созданы в прошлом году. И в целом поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на селе составила 724,3 миллиона рублей. Агропромышленный комплекс республики произвел в 2020 году продукции на 189 миллиардов рублей. Выручка сельхозпредприятий региона выросла на 20%. Кроме того, порядка 4 миллионов тонн составил валовый сбор зерна в Башкортостане, что на 18% больше по сравнению с 2019 годом. Это второй по величине результат за последние 10 лет. С 1 января 2022 года производители и продавцов табачной продукции обяжут передавать данные в систему маркировки «Честный знак» через оператора электронного документа оборота. Соответствующее постановление правительства вступает в силу с сегодняшнего дня. Для этого нужно заключить договор с оператором электронного документа оборота. Он отвечает за своевременность передачи информации. Производители и продавцы, в свою очередь, отвечают за корректность переданных в систему данных. Отмечу, что продолжить самостоятельно предоставлять сведения оператору маркировки можно лишь до конца 2021 года. Сейчас участники оборота могут выбирать, отправлять данные напрямую в систему маркировки или привлекать посредника. Это делается для того, чтобы, с одной стороны, автоматизировать и сделать более прозрачным товаропоток, движение товаров, то есть все товарные цепочки делать их прозрачными. Во-вторых, чтобы снизить уровень нелегального оборота, для чего вводится и вся система маркировки. Мы, как оператор системы, внедрили сами, самостоятельно сервис электронного документа оборота. Он называется «Эдолайт» и он является абсолютно бесплатным для компании. На сегодняшний день в системе «Честный знак» по маркировке табака зарегистрировано 3125 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей республики. За выпуск табачной продукции без маркировки или с нарушением порядка ее нанесения для производителя предусмотрен штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией всей продукции. За продажу немаркированной продукции от 50 до 300 тысяч рублей, также с конфискацией. Напомним, маркировка табачных изделий поэтапно вводилась с 2019 года. Оборот немаркированных сигарет и папирос запрещен с 1 июля 2020. В Уфе общая задолженность по оплате взносов за капитальный ремонт составляет 608 миллионов рублей. Хотя в прошлом году собираемость из-за пандемии снизилась. В целом за 7 лет действия программы она выросла с 52 до 99,5%. Об этом сообщил генеральный директор регионального оператора капремонта Павел Сафонов. По его словам, с 2014 года на должников подано в суды свыше 37 тысяч исковых заявлений на общую сумму 408 миллионов рублей. По ним уже взыскано без малого 300 миллионов. Руководитель организации также рассказал о планах на текущий год. Так запланировано выполнить 406 видов работ по капремонту в 380 домах на сумму 1 миллиард 900 миллионов рублей. Это ремонт кровли, фасадов, внутренних инженерных систем, замена лифтов и ремонт подъездов. Мы уже в прошедшем году провели обследование объектов, разработали проектную смертную документацию, провели конкурсные процедуры и на сегодняшний день заключили договора подряда. Это позволило нам в более ранние сроки приступить к выполнению строительно-монтажных работ, которые можно проводить в зимний период времени. По состоянию на 8 февраля текущего года в 30 домах выполняется работа по капитальную ремонту. По итогам 2020 года в Уфе капитальный ремонт проведен в 576 домах, выполнено 644 вида работ. Два дома исключены из плана, так как признаны аварийными. 18% жителей республики хотя бы раз были участниками коррупционных историй. Цифры приводит Headhunter Урал по результатам опросов, проведенных среди сотрудников башкирских компаний. Так, 67% респондентов из региона рассказали, что ничего не знают о случаях коррупции на текущем месте работы. 23% сообщили, что им известно о злоупотреблении полномочиями. Также 23% о кумовстве и непотизме. 8% в курсе о коммерческом подкупе. 6% о случае получения или дачи взятки. Кроме того, 3% утверждают, что им предлагали взятку на работе. Причем выше эта доля среди представителей сфер безопасности и топ-менеджмента. Ну и столько же тоже 3% респондентов сами однажды были вынуждены дать взятку. Среди мер по борьбе с коррупцией в большинстве компаний региона лидирует запрет на совместную работу работников и также на прием подарков от клиентов свыше определенной стоимости. А в некоторых компаниях категорически запрещены романтические отношения между руководством и подчиненными. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.